В выходные в Гонконге состоялся азиатский отборочный этап пятого международного конкурса классического китайского танца, организованного телеканалом NTD. Несмотря на угрозы, со стороны властей материкового Китая 14 участников вышли на сцену, чтобы представить китайскую традиционную культуру. Глава судейской комиссии конкурса говорит, что эти танцоры по-настоящему достойны восхищения. «Они все собрались вместе на этих соревнованиях. У них очень хороший настрой. Они очень верили в себя. Каждый приложил большие усилия во имя традиционной китайской культуры, поэтому я ими восхищаюсь». Между тем, мероприятие пытались сорвать члены организации, которая называется Гонконгская ассоциация по защите молодёжи. Предполагается, что она была создана недавно по заказу Коммунистической партии Китая. У входа в здание, где проходил конкурс, эти люди вели себя агрессивно, кричали и шумели. Войти внутрь им не позволила охрана. «Их методы были политическим хулиганством, похожим на политическую дубинку. Этого нужно стыдиться. Я считаю, что они привносят в Гонконг культуру насилия, которая распространена в материковом Китае». Чем же не угодил конкурс танца официальному Пекину? Пресс-секретарь конкурса говорит, что коммунистический режим КНР опасается возрождения традиционной китайской культуры. «Мы говорим о древней культуре Китая, переданной с небес. Китайский коммунистический режим боится этого. Режим боится не самого конкурса, он боится его цели – возрождения традиционной культуры». Миссия телеканала NTD включает возрождение 5000-летней традиционной культуры Китая. Помимо танцевального конкурса, NTD также проводит конкурсы традиционного изобразительного искусства, кулинарии, ушу и другие. Кроме того, телеканал транслирует новости из Китая без цензуры китайских властей. Власти Китая оказывали давление на танцоров на материке, чтобы те не ездили на этот конкурс в Гонконг. А члены жюри и участники конкурса сообщают, что как только они прилетели в Гонконг, за ними была установлена слежка. Некоторые из участников являются артистами знаменитой нью-йоркской танцевальной компании «Шинь-Юнь Пифо Минац». Напомним, Гонконг формально является частью КНР, однако обладает автономией. В последнее время местные жители всё чаще протестуют против того, что китайская коммунистическая партия пытается усилить своё влияние в этом регионе. НТД, Гонконг